Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Крым наш! Завтра празднуем присоединение полуострова к России. Что думают по этому поводу анапчане? Комфортный отдых обеспечен. На курорте начались противомоскитные мероприятия. «Скажи, где торгуют смертью?» В Анапе стартовала акция противодействия и профилактики наркомании. В санатории Анапы проходит первый на Кубани форум «Гражданская консолидация-2016», в котором принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Одна из основных задач – научить ребят придумывать и готовить к реализации собственные социальные проекты. По мнению организаторов, оптимальное решение проблемы исходит именно от тех, кто с ними ежедневно сталкивается. Участникам форума «Гражданская консолидация» рассказывают про сайт доброволецкубани.рф. Название без пробела и все русскими буквами. Это сайт, который объединяет людей, оказывающих различную помощь людям с ограниченными возможностями. По словам заместителя министра образования Кубани Сергея Килина, именно от них сегодня власть ожидает новых проектов и новых решений. В мероприятии участвуют более 130 человек со всего края. Подобный форум проводится впервые. Тут несколько причин. И общественный запрос есть, причем от ребят не только с ограниченными возможностями. Второе – консолидация проектов, идей, которые исходят в большей мере от тех людей, которые обладают не всеми возможностями. Они порой преобладают и несут достаточно созидательный оттенок. Речь об идеях по развитию молодежи, оздоровлению, реабилитации. Ановчанин Никита Ванков – гражданский активист. По его мнению, сегодня необходимо упрощать процедуры получения бесплатных колясок и другого необходимого оборудования. Однако основная задача – разрушать стереотипы, из-за которых сегодня люди с ограниченными возможностями зачастую остаются вне общественной жизни. Возможно, это наше федеральное телевидение, чтобы больше обратило внимание именно в качестве какой-то передачи. Есть передачи для инвалидов, для ограниченными возможностями, но это все кабельное телевидение. Если сделать небольшую передачу в качестве нескольких сюжетов, коротких, где будет рассказываться о нашей жизни, думаю, мнение людей многих изменится. Пока основным мотором большинства программ остаются добровольцы. Кирилл занимается волонтерской деятельностью около трех лет. Он считает, что сегодня движение разобщено, а наибольшей эффективности можно добиться, объединив разные организации на региональном уровне. Одна волонтерская организация предлагает один проект, а другая – этот проект. И они обмениваются. А мы возьмем ваш проект, поможем ваш проект осуществить. А те говорят, мы тоже возьмем этот проект. Организаторы форума рассчитывают, что за три дня его участники придумывают и проработают как минимум три социальных проекта. Сергей Килин отметил, что Анапа в данном процессе занимает явно не последнее место. Площадка, где проводится форум – один из немногих санаториев в стране, где могут работать с теми, кто передвигается на колясках. Кроме того, заместитель министра отметил то, что в совет при главе входят молодые люди с ограниченными возможностями. Завтра, 18 марта, мы отметим день воссоединения Крыма с Россией. В преддверии этой даты Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей нашей страны, чтобы выяснить их отношение к республике Крым и Севастополь. Согласно исследованию, 95% опрошенных спустя два года после присоединения Крыма поддерживают это решение. 92% респондентов отметили, что воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Причем, по мнению 79%, присоединение к России пошло на пользу жителям полуострова. Наши корреспонденты выяснили, как относятся жители нашего города к присоединению Крыма и Севастополя. Я согласна, что он присоединился. Я там была не раз, когда он был СССР. Один раз была, когда Украина изменилась очень, стало очень плохо. Надеюсь, что сейчас все хорошо будет. Мнение, конечно, очень положительное, что Крым вошел в состав Российской Федерации. Украинцы наши, такие же, как и россияне, много у нас друзей, знакомых, родственников там. Поэтому только самые положительные эмоции как были, так и остаются. Крым раньше был Россией, должен быть Россией. Я думаю, что это отлично. Я был в Крыму, мне очень понравился Крым, особенно Севастополь. Я очень довольна. И пускай, чтобы у них все дальше, ровно там все сложилось. Я думаю, что это прекрасно. И все, кто я знаю, родственники, знакомые в Крыму, они все очень довольны. Я слышала от других людей, что все очень довольны. И ждут этого праздника. И очень рады, что присоединились. Особенно пенсионеры. Потому что пенсия у них там выросла. Это я знаю. С оптимизмом оценивает экономические перспективы Кубани вице-губернатор Краснодарского края по финансам Игорь Галась. По его прогнозам, рост будет практически по всем направлениям. «Прирост в несколько процентов ожидается в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. Пять основных отраслей экономики края дают нам конкурентное преимущество. При падении результатов в одной отрасли, другая дает нам прибавку. И экономика себя стабильно чувствует», – сказал Галась. Встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропрома» с потребителями пройдет 22 марта в Центре культуры Родина. Главная цель встречи – возможность заключить прямые договоры между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерами и руководителями здравницы, учреждений сферы образования и здравоохранения. В этот день на театральной площади будет организована сельскохозяйственная розничная ярмарка. С 10 до 15 часов производители из Анапы, Абинского, Крымского, Северского и других районов края представят колбасную, молочную, рыбную продукцию. Приглашаются все желающие. К курортному сезону в Анапе обработают около 2000 гектаров территории ближайших водоемов от кровососущих насекомых. Об этом рассказал заместитель начальника ЖКХ города-курорта Анапа Рустам Гаджиев. Проблема комаров для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи водоемов, в летние месяцы как никогда актуальна. Анапа буквально окружена лиманами и реками. На территории муниципального образования их более 10. Однако на протяжении нескольких лет ситуацию удается удерживать под контролем. В целях подготовки к курортному сезону управлением ЖКХ заключены контракты на обработку от кровососущих насекомых, в том числе комаров. Работы по обработке начнутся с конца марта и будут длиться до конца августа. В рамках контракта предполагается четырехкратная авиаобработка плавневых зон, восьмикратная ручная обработка. Общая площадь обрабатываемой территории водоемов составляет примерно 2000 гектаров. Это именно места зарождения личинки комаров. Опыт прошлый показал, что эти обработки эффективны. Комаров действительно их практически нет в Анапе. В сравнении с другими районами результат налицо. Ежегодная всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в эти дни по всему Краснодарскому краю. Об этом нашему телеканалу рассказал начальник отдела регионального управления ФСКН России по городу Анапа Алексей Шарпан. Основная цель акции – противодействие и профилактика наркомании. Также одна из задач – получить оперативную информацию от граждан. Он также отметил, что мероприятие дает результаты. На телефоны доверия из года в год поступает все больше и больше достоверной информации. В период акции будет проводиться широкий комплекс оперативных мероприятий по проверке информации, получаемой от граждан, от жителей нашего города. В акции принимают участие сотрудники иных правоохранительных органов, а также муниципальное образование города. В период акции будет задействован ряд телефонных номеров, телефонов доверия. Обратиться можно на любой телефон доверия. Информация будет аккумулироваться в любом случае у нас. И проверяться индивидуально каждая. Нет информации, которая останется непроверенной. Хочется отметить, что ежегодно акция дает свои результаты. Постепенно отношение граждан к проблеме потребления наркотиков и распространения их становится активней. На телефон доверия поступает все больше и больше информации. И, что характерно, растет процент информации, которая находится в подтверждении. Для того, чтобы сообщить об имеющейся у вас информации, можно позвонить по телефонам доверия отдела МВД России 46882 или 02 круглосуточно. Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа. Отдел ГИБДД, отдел МВД России по городу Анапе сообщает, что 18 марта в связи с проведением мероприятия на территории муниципального образования будет ограничено движение рейсовых автобусов и маршрутных такси, проходящих по федеральной автомобильной дороге Новороссийск-Керченский пролив. Примите этого внимания, планируя поездки в данном направлении. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok